Девушки отдыхают 13 ноября в храме Великомученицы Ирины прошел хоровой фестиваль «Осеннее многоголосье». Миссия фестиваля – восстановление разрушенных храмов России. Фестиваль посвящен 130-летию со дня рождения великого русского композитора, автора многих произведений духовной музыки Николая Семеновича Голованова. Добрый день! Меня зовут Екатерина Заборонок. Я являюсь организатором 10-го благотворительного хорового фестиваля «Осеннее многоголосье». Уже 10-й год он проходит в храме Святой Великомученицы Ирины при поддержке благотворительного фонда «От сердца к сердцу». В этом году примут участие 11 хоровых коллективов. Будут приглашены почетные гости фестиваля. А также перед началом фестиваля состоится водосвятный молебен. Владыка Дмитрий благословит участников фестиваля на молитвенное пение. Фестиваль посвящен восстановлению храма Великомученицы Ирины. И поэтому все пожертвования, которые вы совершите, пойдут на благое дело. Поздравляю, дорогие акценты, братья и сестры с началом открытия фестиваля. «И чтобы мы всегда помнили, что Господь есть Дух во всем, вне и выше всего. И смысл нашей жизни – это снижание этой благодати Божией. Для этого необходимо очистить свое сердце. И, как говорим мы всегда, пою Богу моему, Донди же есть. Когда в нашей душе эта особая милость Божия, благодать, мы с вами ликуем и всегда поем. И это наше песнопение исходит от сердца». Говорит апостол Петр, кратко, но очень четко и ясно. Он говорит, «Все свои заботы возложите на Него, на Господа, ибо Он печется о вас». И апостол Павел также продолжает. Он говорит, «Радуйтесь, всегда радуйтесь. Не беспокойтесь, не заботитесь ни о чем, ибо Господь близок. И смысл нашей жизни – это снижание Духа Святаго, чтобы наше сердце наполнялось умом, а Господь превыше всякого ума и дает нам особый мир, и Царствие Небесное внутрь нас есть. Здесь, на нашей с вами земле, мы должны ощущать вот это прикосновение Божественное каждому из нас. Праздник! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Екатерина просила поделиться какими-то секретами или приемами, как можно существовать хору в условиях этой пандемии, как не бросить свое любимое дело, когда законом вы должны сидеть по одному, а петь надо всем вместе хором. Да никаких лайфхаков, никаких приемов нет, есть только одно – сесть и приехать на свою репетицию. На самом деле, духовная музыка, она не только потому, что она о Боге и к Богу направлена. Она ведь направлена вглубь наших душ. То есть мы должны исполнять. На клиросе это хор поет, или это хор, который исполняет даже для себя. Поэтому слава Богу, что существует в таких условиях и в других более благополучные годы этот замечательный фестиваль. И спасибо Екатерине, спасибо Владыке, который благословил вообще в принципе этот фестиваль, уже десятый год, который проходит. Это очень важные вещи. Я прошу, не оставляйте без внимания, друзья мои, такие мероприятия. Ходите, ходите. Тем более основная масса хоровых фестивалей – бесплатный вход. Пожалуйста, приходите, участвуйте. Участвуйте дистанционно. Но собирайтесь, пойте. Наше дело правое. Наше дело хоровое. Спасибо всем. Владимир Коновалов, Ольга Коновалова. Специально для православного телеканала Добро ТВ. Редактор субтитров А.Семкин